добрый день уважаемые зрители добрый день уважаемые гости у нас сегодня прямой эфир прямая линия по особенностям нового учебного года в казанском федеральном университете у нас сегодня в гостях проектор по образовательной деятельности казанского федерального университета альшев темирхан булатович здравствуйте и директор департамента по молодежной политики казанского федерального университета виноградова юлия владимировна добрый день к нам в ходе подготовки этой прямой линии поступили сотни вопросов в первую часть студентов от их родителей мы их скомпоновали в блоке и часть вопросов будет озвучена непосредственно прямом эфире те вопросы которые будут будут озвучены в ходе прямой трансляции напомним наша трансляция идет на телеканале универ тв на страницах университетского телевидения в контакте в ю тубе и twitch свои вопросы можно эти задавать в чатах трансляции а для наших коллег журналистов работает специальный чат ватсапе вопросы принимаются там и у меня первый вопрос нашим гостям особенностью нового учебного года казанском федеральном университете не только на федеральном университете который отличает его от особенностей всех прошлых лет однозначно эта ситуация с пандемией к в 19 и масса вопросов посвященных именно тем особенностям тем скажем так сложностям непривычным вещам которые вызваны порождены этим не очень приятным событием и вот первый вопрос какие особенности нужна ли прививка нужна ли тест пцр чтобы студент мог начать учиться казанском федеральном университете давайте я попробую ответить у нас этот год скорее ознаменован не сложностями которые есть у студентов количеством слухов которые у нас есть средств массовой информации которые распространяются в социальных сетях относительно того как этот новый год будет устроен я сразу хочу сказать что нет необходимости в тесте пцр для большинства студентов которые хотят учиться и будут учиться в нашем университете которые зачислены которые уже учатся и конечно такого требования как обязательно вакцинации тоже к студентам не предъявляется не для заселения общежития не для доступа допуска в наше здание допуска к очным занятиям таких обязательных требований нет в то же время мы всегда говорим о том что вакцинироваться надо если вот я сразу хочу обозначить эту позицию о том что студент мы университете всегда говорим об этом студентам и нашим сотрудникам прежде всего о том что вакцинироваться необходимо для того чтобы обеспечить безопасность это коллективная безопасность это коллективная сознательность я бы сказал да для того чтобы обеспечить безопасный режим обучения для всех кто здесь в университете находится в нашем кампусе вот свой пример приведу я вакцинировался уже внутри раза вот я в феврале сделали акцины спутника и вот сейчас буквально недавно на днях у меня прошло шесть месяцев я сделал бусорную прививку спутником light никаких проблем нет зато я чувствую себя безопасности более того я всегда знаю что безопасность находятся мои родственники с которыми общаются мои дети да и так далее то есть это вот так и такое требование мы не предъявляем но мы советуем и рекомендуем студентам чтобы они это сделали правильно я понимаю что студент который придет 1 сентября университет если у меня нет вакцинации если нет теста пцр никто этих документов с него требовать не будет он может также посещать занятия вот я я продолжу я с я соглашусь да вы правы я но я продолжу у нас есть категория студентов иностранцев которые приезжают российскую федерацию уже заезжая в российскую федерацию у них на границе требует спцр который сделан не ранее чем за 72 часа до въезда кроме того когда они заедут наши общежители бы вместо их проживания не могут жить на квартирах осталах и это еще в гостиницах а в течение 72 часов они должны будут предъявить в университет еще один отрицательный тест пцр вот эти 72 часа не могут сделать его прямо на следующий день на самом деле не обязательно ждать 72 часа если они приехали могут тут же пойти сдать тест пцр это можно сделать нашей клинике университетской мы все адреса даем более того когда будет массовый въезд у нас иностранных граждан я думаю что мы организуем тестирование на территории деревья университета на территорию студгородка такая возможность будет и они смогут тут же сдать этот тест получить отрицательный результат и сразу быть допущенными до занятий будет есть специальный порядок утвержденные в университете специально обходной контрольный лист скажем так который будет заполнять наши сотрудники и в случае предъявления вот этого второго отрицательного теста они допускаются до очных занятий при этом это не говорит что в течение 72 часов у них какие-то каникулы вот они приехали 72 часа значит они могут быть допущены они на самом деле могут учиться продолжать учиться онлайн то есть все те занятия которым с гибридным режиме проводится для них тоже будут проводиться потому что ребята могут приехать не только в сентябре они могут приехать и в октябре и так далее когда учебный процесс уже будет идти то есть они смогут продолжать учиться даже находясь вот на небольшой такой таком наблюдательном что называется режиме для нас вы сказали о том что будет развернута возможность проведения пцр тестов прямо в студгородках в клинике университетской возможно вакцинации там же будет развернут вот это тоже вопрос интересный я думал один дополнен дальнейшем действительно вакцинации будет организована причем как и для россиян так и для иностранных граждан я хотел отметить что мы всем российским студентам которые к нам приедут будем предлагать делать вакцинацию но университет также принял решение о том что мы будем это предлагать и нашим иностранным студентам специальной вакцины спутник light а будет это происходить за счет не за счет студентов скажем тогда для них это будет бесплатно вот мы проводили вакцинацию уже вы знаете с февраля по июль месяц для иностранных граждан по объективным причинам на где-то на месяц мы ее приостановили к сожалению но сейчас мы буквально наверное через два-три дня и и продолжим и начнем собственно массово предлагать им студентам списки у нас сформированы и мы и по переходящему контингенту и по новым студентам которые к нам будут приезжать будем это делать но более того мы также будем учитывать те вакцины которые ребята сделали себя в странах потому что многие например у себя в стране сделали прививки пфайзером астрозенека китайские прививки азна и центральной азии достаточно активно распространяются и мы будем учитывать те сертификаты которые у них есть уже на руках кроме того сейчас вот мы прорабатываем будет запущен специальный сервис личных кабинетах студентов чтобы они могли загружать свои сертификаты о прививка это не обязательно но мы рекомендуем это дело для того чтобы университет учитывал то что действительно студент вакцинирован и соответствующие рекомендации на статье есть и от учредителей от министерства науки высшего образования о том что мы такой учет организовали вот он будет онлайн организован студенты смогут подгружать свои сертификаты это очень хороший ответ почему потому что очень много вопросов было связано с тем что куда что где функционироваться куда бежать вот мы придем 1 сентября что делать да вот сейчас лучше на него ответ получен ну и владимир вы дополнили у нас в университете будет это сделал я могу дополнить тем что всегда университет создает площадки для того чтобы если какой-то организован процесс если мы говорим о вакцинации то соответственно проводится студентами информационная работа через заместителей директоров у нас есть и заместитель директоров социально-воспитательной работе международной деятельности и куратор академических групп и мы доводим информацию через староста академических групп так как они очень ближе группе и доводим информацию о том что допустим где будут организованы соответственно пункты вакцинации я думаю что мы обязательно сделаем на территории деревни универсиада потому что там проживает большое количество студентов большое качество иностранных студентов это будет удобно также мы выбираем то есть аудитории помещения и те которые будут удобны в зависимости от места расположения то есть я думаю что будут определить несколько . эту информацию мы до студентов доведем спасибо вопрос который наверное будет забавен для студента уже второго курса для тех кто закончился давно те кто есть работает он будет смешным забавным но тем не менее вопрос который актуально для первокурсных которые вот уже поступили но не хочу сейчас через неделю начнутся занятия этот вопрос который частенько звучит где можно узнать расписание занятий действительно это нетривиальный вопрос на самом деле он очень важный для первокурсников потому что мы понимаем что они нас первокурсники очень трепетно относятся к учебному процессу на самом деле очень важный правильный вопрос действительно у нас как правило расписание в течение первых недель Одно и двух. Оно такое динамичное, несколько подвижное. И зачастую оно у нас вывешивается на стенах, где объявления вывешиваются в деканатах, и там вполне можно с ним ознакомиться. Более того, можно связаться с кураторами групп, которые уже тоже начинают постепенно выходить на студентов. И там можно у них тоже узнавать это расписание. Но, безусловно, когда оно будет более-менее устоявшимся, я думаю, в течение первой-второй недели сентября, оно будет доступно и на сайте университета. В личных кабинетах студентов, да, важно, что все студенты у нас получат свои логины и пароли, и в своих личных кабинетах они тоже это расписание будут видеть. Ну, собственно, оно будет доступно. Но я для студентов сейчас, вот если им интересно расписание 1, 2, 3 сентября, я советую связаться с деканатами, своими кураторами, и уже у них узнать это расписание именно на первый и на второй день, какие планируются мероприятия. Потому что все-таки 1 сентября у нас День знаний, он такой несколько праздничный день, на июле один более подробно о нем скажет. Да, второй и третий, там уже можно будет, собственно, на 1 сентября и узнать об этом расписании на 2 и 3 сентября. Мне тоже кажется, для родителей, которые беспокойны, и для студентов-первокурсников, которые беспокойны этим вопросом, можно просто взять ручки, тетрадки, ноутбуки, прийти 1 сентября, познакомиться с группой, и там все вам объяснят. То есть главное найти адрес своего здания. Я думаю, да, вы знаете адрес своего института, вы можете зайти в деканаты, у нас всегда такой улей в это время присутствует в университете. И, наверное, это связано с тем, что люди уже привыкли к интернету, к возможности все дистанционно, и ходить ножками до деканата, искать кураторов, это уже всем не очень удобно. На сайте размещена информация и как раз об расположении зданий, об адресах и информации о кураторах академических групп. Размещена информация вместе с контактной информацией о замдиректорах по социально-воспитательной работе. И так как у нас большое количество иногородних студентов, то во время заселения замдиректора по социально-воспитательной работе, кураторы академических групп, тоже замдиректора по международной деятельности проводят работу по информированию, куда необходимо подойти 1 сентября и, соответственно, где и в какой аудитории. Для студентов, которые не иногородние, которые не проживают в общежитии, также эта информация обычно размещается в социальных сетях институтов или на страницах на сайте института, то есть, либо можно уточнить будет в Деканате. Вопрос, который тоже многократно звучал в разных вариациях, звучит он так. Когда начнут выплачивать стипендию и запланировано ли повышение базовой стипендии? — Студенты первого курса, как и все студенты, получат стипендию с 25 по 30 сентября, но прежде будет организована для них процедура. В рамках организационных собраний со студентами первого курса, которые проходят у нас по определенному графику, студентам бюджетной формы обучения будут выданы банковские карты. Поэтому на организационных собраниях необходимо будет при себе иметь паспорт и, соответственно, тоже на это собрание обязательно прийти. Если вдруг студент не смог прийти на это собрание, он потом уже сможет получить свою банковскую карту в банке, то есть адресу и уже нахождение, то есть время мы ему дополнительно сообщим, если вдруг будет такая ситуация. — Вот вопрос пришел от Екатерины Конкиной у меня на сайте на ютубе. Мне кажется, он важный. Мы сейчас говорили об очниках, а вот вопрос для заочников. Когда начнется, как будет проходить обучение заочников и когда будет сбор заочников? — Да, то же самое. То есть необходимо обратиться в деканат. Обычно заочники учатся у нас посессионно. Первые сессии в конце сентября, в октябре месяце. Я думаю, что у вас вполне достаточно времени для того, чтобы узнать это расписание. Необходимо обратиться в деканат институтов. — Вопрос тоже интересный. Получат ли стабальники и олимпиадники, поступившие в КФУ в этом году, стипендию ректора? — Да, конечно, они ее получат. Так же, как и в прошлом году. У нас эта стипендия в размере 100 тысяч рублей. Она планируется для студентов. — 100 тысяч рублей в год? — Да, да, да. — Особенностью 2021 года в Казанском февральном университете — это появление нового направления, нового института. Это дизайны пространственных искусств. Как будет организовано обучение? Где и в каком здании будет размещаться этот институт? — Да, это новый институт, новое структурное подразделение, которое создано у нас в университете. Действительно, очень важное начинание, которое инициатива принадлежит ректору Александра Катчугафурову по созданию этого института. — Пока здание, в котором находится этот институт, это Левобулачный 34. В то же время занятия, которые будут проходить в институте, они распределены по различным корпусам. То есть не все занятия будут проходить именно в этом корпусе. Будут задействованы дополнительные помещения на Торстан-2, здесь в центральном корпусе, в центральном кампусе университета. — Я хочу отметить, что действительно в этом институте сосредоточены основные направления, связанные с дизайном, с смежными специальностями, скажем так. И, безусловно, только основное направление работы — это подготовка кадров для сферы креативных индустрий. — Мы сегодня уже видим, что достаточно большой конкурс в этот институт, то есть большое желание ребят поступить, учиться, в том числе ребят из рубежа очень активно подают документы. И мы, безусловно, уверены, что у этого института большое будущее. Если говорить о начале обучения в этом институте, то обучение там тоже будет несколько нестандартное, поскольку люди там креативные работают. И у них, по-моему, в течение первых двух недель планируется такой фестивальный режим работы. То есть там будут приходить интересные лекторы, будут проходить мастерские известных дизайнеров, художников. Многие занятия будут проходить на открытом воздухе. То есть это такое очень интересное, новое, сейчас модное слово такое есть — гринфилд. Гринфилд, который у нас, значит, открывается. Я думаю, что у него действительно большое будущее. Так, вопрос, который... Кстати, очень простой вопрос, и я думаю, что для первокурсников он очень важный. Как, где будет происходить выдача студенческих билетов? Выдача студенческих билетов будет проходить в институтах, в юридическом факультете. То есть это запланировано на 1 сентября. То есть в рамках как раз мероприятия со студентами первого курса, 1 сентября в институтах, в наших структурных подразделениях произойдет знакомство с нашим университетом, с институтами, с кафедрами, с администрацией института, соответственно, с тем, что будет происходить в университете, и будет выдача студенческих билетов. Вот хороший вопрос от Амира Шамсудинова. Мы говорили о вакцинации ПЦР-тестах для учебного процесса. А для заселения в общежитии нужны будут? Для заселения в общежитии остается такая же процедура. Это касается только иностранных граждан, которые связаны именно с процессом въезда в страну. То есть Амира Шамсудинов вам не потребуется вакцинация ПЦР-теста? Да, если он не является иностранным обучающимся, то ему не потребуется ПЦР-тест для заселения в общежитие университета. Спасибо. Важнейшая тема, острейшая тема – общежитие. Казанский федеральный университет становится вузом не казанским в том плане по контингенту студентов. Ему остро требуется общежитие. Я знаю, что с каждым годом проблема нарастает. И масса вопросов, просто шквал вопросов, что будет, какие особенности заселения в новом году, почему так много студентов, которые отучились первый курс, например, вынуждены выселяться из общежития, в самом случае, с деревни Мерсиады, которая считается самыми-самыми такими комфортными. И что с этим делать, и какие действия предпринимает университет, чтобы как-то эту проблему ослабить, как-то эту проблему разрешить. Я обратил внимание, я здесь был летом, в разгар приемной кампании, и номера машин, которые стояли около университета, я удивился, там половина номеров было башкирских, массу народу едут в Казань, им нужно жилье для учиться, не все могут снимать квартиры, есть масса обращений, когда люди просто отчаянно пишут, что у нас нет таких доходов, чтобы мы могли своему ребенку еще квартиру снять, то есть мы не обеспеченная семья. Можно ли что-то этим людям помочь, что им посоветовать, как этот вопрос будет решаться? Вопросов было в рамках, вот даже вашей преамбулы очень много. Я бы хотела начать с того, что действительно в Казанском федеральном университете большое количество иногородних студентов, но та проблема, которая есть у нас, она не чужда для любого другого вуза. То есть, естественно, я думаю, что в каждом университете, неважно, что в Российской Федерации или за пределами, в каждом университете есть те иногородние студенты, которым не хватает места в общежитии. Естественно, выстраивается определенная система работы с иногородними студентами. И у нас, соответственно, система, она тоже выстраивается. И так как количество, как вы сами отметили, очень большой иногородних студентов, соответственно, и система, это постоянно, она немножко каким-то образом изменяется. Во-первых, для того, чтобы адресно работать с иногородними студентами, еще с прошлого года у нас уже идет электронный прием документов. Для того, чтобы действительно отследить и подачу документов, и отследить уже очередь, в которую становится он, за предоставлением места в общежитии. Поэтому это студенты могут осуществлять, соответственно, в течение учебного года всего, то есть в любой период они подают заявление. То есть это не говорится, что только именно в конкретный период подать заявление. И дальше это заявление рассматривается жилищно-бытовой комиссией институтов. То есть распределение мест, которые есть у нас в общежитиях студенческого городка и деревни Универсиада, оно именно распределяется среди иногородних студентов, которые подали заявление жилищно-бытовыми комиссиями институтов. На сегодняшний день у нас есть регламент предоставления койко-мест в общежитии иногородним студентам. У нас есть положение, которое о работе жилищно-бытовой комиссии. Как раз есть приказ, закрепленный ректором, то есть и вывешены списки тех людей, которые входят в состав комиссии, которые принимают решения. Притом комиссия осуществляет свою работу в течение периода, и начиная с апреля она усиленно работает для того, чтобы как раз отсмотреть заявления студентов, для того, чтобы вынести протокол. И на основании протоколов делаются представления. У нас бывает именно в августе как раз большое количество переживаний студентов, которые связаны. Потому что, как вы как раз тоже от своих преламбулей отметили, по поводу студентов первого курса, бывших и вновь поступивших. На сегодняшний день в нашем университете тоже приоритет иногородним студентам первого курса, так как они только поступили в наш университет, и с ними требуется определенная системная работа, создание для них условий для их адаптации, особенно у нас большое количество иностранных студентов, и студенты, которые приезжают из России, тоже из разных регионов. И, конечно, удобно, чтобы они проживали на территории общежитий. И так как это даже на сегодняшний день мы планируем, то есть пока по цифрам приема, что у нас будет порядка 6 тысяч иногородних студентов первого курса, поэтому как раз и говорит о том, что оставшиеся места, которые есть в деревне Универсиада, они распределяются жилищно-бытовыми комиссиями уже согласны рейтингу. И каждый студент старшего курса, который не является вот только поступившим первокурсником, имеет свой рейтинг в системе своего института. И уже дальше на основании этого рейтинга идет распределение общежития. И так как у нас пока зачисления как раз первокурсников идут, поэтому у нас параллельно как раз выходят приказы на заселение, о которых вот как раз некоторые студенты переживают, они выходят. Графику заселения они будут сделаны. Все вопросы сейчас вместе с замдиректорами, которых я уже озвучивала, с кураторами групп, вместе с Департаментом по молодежной политике, с сотрудниками нашими, с общественными организациями, мы пытаемся по всех источниках, если возникают на разных площадках вопросы, на них отвечать, соответственно, пояснять. И чтобы студент успокоить, что прежде, соответственно, чтобы он увидел себя в приказе, либо, соответственно, мы объясняем ему процедуру, и вот это процесс он идет. В комиссии это прекрасно. Смотрите, студент не увидел себя в приказе защитления общежития. Да, если он не увидел, ему необходимо обратиться. Координация всей этой же лично-бытовой комиссии осуществляется замдиректором по социально-воспитательной работе. На сайте университета, если мы зайдем на главную страницу, в формате баннера вывешена информация о процедуре заселения. И дальше в рамках этой информации, то есть мы, когда что-то у нас появляется, определенный момент, какие-то изменения, мы всегда всех ориентируем, что вот в рамках процедуры заселения мы именно обращаемся к этой информации. Там вывешены контакты замдиректоров по социально-воспитательной работе. Необходимо позвонить и уточнить, соответственно, спросить эту информацию. Либо можно это узнать через кураторов групп. То есть на какой стадии этот, соответственно, вопрос. Но сейчас, на сегодняшний день, те, я могу сказать, что места, которые были определены для студентов старших курсов и в деревне Универсиады, в студенческом городке, институтами представление в приказ подготовлено. Приказы на сегодняшний день, они уже вышли, и мы с завтрашнего дня начинаем процедуру заселения. Как студентов первого курса, так и студентов старших курсов. Дальше есть определенная особенность. Этот список уже готов. Он уже готов. Там есть, да, действительно, дальше уже адресно будут решаться, и процесс заселения, он будет продлеваться. Какие льготы есть для студентов при заселении в общежитии? Имеется в виду, есть ли льготы для инвалидов, студентов, есть ли льготы для многодетных, этот вопрос, кстати, задается, многодетных семей или малообеспеченных семей. При наличии определенных справок, документов на этот счет, есть ли какие-то особенности заселения этих групп людей? Вот смотрите, есть то, что мы говорим, если сироты-инвалиды, они указаны в федеральном законе об образовании, и они прописаны, что они имеют приоритетное право предоставления им места в общежитии. Поэтому с этой категорией мы работаем. В системе общежития, которая у нас создана, эти категории сразу отображаются, и в первую очередь этим, соответственно, студентам предоставляется место в общежитии. Что необходимо сделать студенту данной категории? При подаче заявления у нас внизу в системе общежития написано в личном кабинете, что если вы относитесь, и указаны категории, то есть как раз сироты, инвалиды, то есть матери-одиночки, они должны приложить, соответственно, подтверждающие документы, они должны эти документы отнести в деканат, все, они уже имеют приоритетное право предоставления места в общежитии. Остальные категории, как вы сказали, те, кто из многодетных семей, те, которые уже из малообеспеченных семей, то есть необходимо действительно также предоставить в деканат, и уже дальше это учитывается в рамках решений жилищно-бытовых комиссий. Я понимаю. Но уже именно приоритетного права, как инвалиды и сироты, они не имеют. То есть это уже дальше на рассмотрение институтов в рамках работы комиссии. Вот мы сейчас с вами разговариваем насчет общежития, да, и пока у меня представление на деревне Мюсиады, за которым идет битва. Битва в умах, и, в общем, в заселение хотят там заселяться. Но у Казахского университета есть и другие общежития, более старые, менее комфортные. Я с вами немножко, извините, может, это уберегивание, согласна. На самом деле битва идет не всегда не с деревней Мюсиады, более популярна для студентов, для иногородних. Это общежития, которые 8-е, 9-е и 7-е общежития, которые для студентов в Институте управления экономикой и финансов. Потому что в общежитии 8-9, которые расположены на Пушкино, и благодаря инициативе ректора был произведен в свое время капитальный ремонт. Вот этих общежитий была закуплена, в эти общежития, соответственно, новая мебель. И вот в эти общежития, так как они находятся по своему географическому расположению, ближе к учебным корпусам, как раз потребность, если когда спрашивать студента, больше желающих заселиться в эти общежития. Для студентов Института управления экономикой и финансов тоже 7-е общежитие, оно находится очень близко к учебным корпусам, поэтому тоже предпочтения отдаются именно ему. Дефицит мест общежитий? Дефицит мест, он присутствует. Какой? Здесь, наверное, ответить точно на этот вопрос можно тогда, когда окончательно пройдет процедура заселения. Потому что на сегодняшний день мы работаем именно с цифрами, которые по количеству заявлений студентов старших курсов, которые у нас есть, и пока с примерным количеством иногородних студентов первого курса. Так как мы с вами знаем, что приказ о зачислении студентов будет еще 30-го числа, поэтому и мы не знаем точное количество иногородних студентов первого курса, а для иностранных студентов процесс зачисления тоже будет продлен, поэтому в связи с этим вот уже даже дальше будет идти процесс уже формирования вот этого дефицита и его определения. Также у нас есть еще определенный нюанс того, что когда студент подает заявление, не все студенты, даже те, которые проходят уже по приказу, им предоставлено место, они действительно заселяются. Поэтому в течение вот тем студентам, которые не попали в списки на предоставление места в общежитии, я рекомендую очень тесно работать именно как раз со студенческими советами, профсоюзными бюро институтов, замдиректорами по социально-воспитательной работе, потому что именно в рамках работы в сентябре месяце, даже в октябре проходит работа по тем, кто из числа студентов иногородних отказался от места в общежитии, то тогда на те места заселяются, соответственно, дальше студенты по рейтингу. Другими словами, не стесняйтесь, ходите ножками, бейтесь во все двери, и, возможно, они откроются. Здесь, наверное, может быть, не биться, да, но подходить, спрашивать, уточнять, да, и, соответственно, спрашивать информацию о том, появилась ли возможность предоставления места в общежитии. Но под лежачий камень вода, случайно, не потечет. Ну вот я здесь хотел бы несколько продолжить, да, Илья Владимировна проговорила очень конкретные вещи, я хотел сказать, ну, в целом, чтобы студенты, в том числе переходящий контингент, студенты, которые старшекурсники, они понимали ситуацию. Мы часто говорим, что ни один университет в мире не заселяет всех своих студентов в свои общежития. Есть в Германии университеты, которые находятся в маленьких городках, в которых живет там 3-4 тысячи человек постоянного населения. И там находится университет. В летние годы это стабильное население, вот эта численность, когда начинается учебный год, население возрастает там до 15 тысяч, потому что приезжают все студенты этого университета. И понятно, что они находят, пытаются найти аренду в городе. Это арендное жилье, это существующий арендный рынок. Вот это очень важная тема, которая на самом деле сейчас поднимается на уровне Российской Федерации, в том числе недавно Марат Шекостянович Хуснулин, вице-премьер Российской Федерации, говорил на эту тему о необходимости создания прозрачного и понятного рынка арендного жилья в Российской Федерации, белого рынка. И эта задача стоит в том числе и у нас в городе Казани, в целом в Республике Татарстан. Мы, Казанский Федеральный Университет, один из очень крупных заинтересантов формирования такого рынка, потому что у нас есть более-менее понятная ситуация с российскими гражданами, у нас гораздо хуже ситуация связана с иностранными студентами, потому что вы знаете, что они должны вставать на миграционный учет, если, например, они не заселяются в общежитие. Потому что в наших общежитиях мы ставим на миграционный учет. Но как только они заселяются в квартиры, на миграционный учет должен ставить собственник жилья. К сожалению, у нас в Российской Федерации собственник жилья не всегда готов вовлечься в этот процесс полностью и поставить в соответствии с законодательством в определенные сроки на миграционный учет своих постояльцев. Мы пишем соответствующее ходатайство, мы, безусловно, полностью всегда организационно поддерживаем наших иностранных студентов, которые живут на квартирах. Мы работаем с ними в управлении по вопросу миграции, чтобы у них не было штрафов и каких-то особых проблем. Но в то же время такая сложность существует. Поэтому мы уже в течение долгого времени работаем с хостелами в городе Казани. И мы формируем список белых хостелов, потому что, к сожалению, есть проблема рынка серых хостелов в городе Казани, когда есть только адрес, по которому ставят миграционный учет. Но фактически хостелы там отсутствуют. И управление по вопросу миграции, когда видит постановку на миграционный учет по этому адресу, оно сразу понимает, что это серый хостел, и это нарушение законодательства. И мы всегда ограждаем своих студентов от такой постановки на миграционный учет. И список белых хостелов мы всегда вывешиваем на сайте нашего департамента внешних связей. Туда, куда можно обратиться. Но задуматься о том, где я буду жить, всегда нужно раньше. Если вы понимаете, что вы не живете в общежитии, вы должны сразу заранее, в июле месяце, в августе месяце, на ранних этапах всегда решать эти вопросы. Потому что я знаю, что сейчас в хостелах, например, тоже места уже осталось не так много. Кроме того, есть вопрос аренды квартир. Это тоже тема, она важная и перспективная, на самом деле. Сегодня идет активное строительство в городе Казани жилых помещений в принципе. В том числе, часть из них, например, я знаю, выкупается просто для того, чтобы сдавать в аренду собственниками. То есть они не живут в этих квартирах. И поэтому мы несколько недель назад подписали соглашение с гильдией риэлторов Республики Татарстан о том, чтобы мы создали специальный сервис, прежде всего, он ориентирован на наших студентов. Вот такого арендного жилья. Это специальная лендинговая страница, которая, насколько я знаю, начнет работать уже завтра, и мы, соответственно, ссылки разошлем. Сейчас работают телефоны, и во время заселения, в том числе, первокурсников и старших курсов у нас будет работать соответствующие пункты. И Владимир более подробно расскажет. Но еще раз повторюсь, наша основная задача, чтобы через такие белые сервисы мы наших студентов, российских, иностранных, могли заселять не только в наши общежития, но и в квартиры в городе Казани, чтобы это был белый, прозрачный, понятный рынок с определенными обязательствами, как со стороны арендодателя, так и со стороны арендатора. Я думаю, это надо проговорить еще раз более четко и конкретно, что сейчас для студентов Казанского университета появилась возможность снять квартиру через университет. Это важно, там снимается множество рисков. Мне кажется, конечно, если сервис начнет работать завтра, это немножко... Он уже будет работать завтра, он будет работать в трех точках. Мне кажется, это немножко уже поздновато, потому что осталась неделя, и, в общем, проблема заселения уже началась. Но он уже есть, условно говоря. И мне кажется, как-то, если мы сможем на пальцах объяснить вот сейчас в прямом эфире, где им этот сервис найти. Да, я сейчас скажу, что он как раз завтрашнего дня будет работать в трех точках. В КСК КФУ УНИКС, в нашем, соответственно, на шестом этаже. В центре деятельности иногородних обучающихся это на базе общежития номер 8 на Пушкино, 32А, и в общежитии номер 4 на улице Красной позиции, 2А. А также с 6 по 17 сентября будет работать на Гвардейской 9. Это будет центр для иностранных обучающихся. Но это будет чуть позже, потому что пока сейчас идут процедуры именно открытия этого центра. Вот четыре точки мы предлагаем для наших иногородних студентов. Соответственно, это будет с 9 до 18 часов, пока мы определили это время. Пока мы с сотрудниками гильдии риэлторов, с представителями договорились, что будем работать до 17 сентября. И студенты, кроме субботы и воскресенья, могут обратиться. Мы разместили уже на сайте также информацию о контактах и ссылку на сайт также довели до студентов. Выложили в тех социальных сетях, где наши студенты часто, именно социальные сети КФУ, где они бывают, и просматривают их, для того, чтобы эту информацию они могли использовать. А с позиции собственников квартир? Вот собственные квартиры, он хочет заселить студентов, предоставить свою квартиру двум-трем студентам. Он может обратиться в университет, и куда ему обратиться, чтобы войти в этот пул потенциальных недодателей? Он может обратиться в гильдию риэлторов. То есть не в университет, а в гильдию риэлторов? Да. Все понятно. Так, да, у меня такой вопрос. Иностранцы относятся к приоритетным группам? 100% заселения в общежитии, правильно понимаю? Первого курса, да. Первого курса. Потом тоже, возможно, у них будут сложности. Для нас мы рассматриваем их как равноправных гражданам Российской Федерации, в этом смысле для них особых преференций. Единственное, я хочу отметить, и это наша политика, на самом деле, которая продолжается уже второй год в части выпускников нашего университета. У нас есть ситуация по ряду стран, которые до сих пор закрыты для возвращения на родину. С границы с этими странами закрыты. У нас сейчас открыто порядка 57 стран. А с Российской Федерацией остальные страны пока временно закрыты. В том числе, например, и Китай, который, хотя числится в числе открытых стран, но рейсы с ними в настоящее время приостановлены. До октября, я так понимаю, месяца. Скорее всего. И мы, безусловно, идем на встречу по ряду наших выпускников, по ряду стран и оставляем их в общежитии. Это особое решение, которое мы принимаем по ходатайству соответствующего посольства страны, консульства страны. В прошлом году мы также принимали подобное решение. Я думаю, что сегодня у нас тоже это касается китайских студентов, у нас касается, в том числе, афганских студентов, которым мы тоже помогаем. Ну и ряда небольшого перечня других стран, которые тоже к нам обратились по данному вопросу. То есть, выпускники, которые, казалось бы, уже отчисленные, не являются студентами университета. В то же время университет идет навстречу и этих студентов оставляет пока в своих общежитиях. Пока временно до 30 сентября. И далее мы рассматриваем уже индивидуально каждую конкретную ситуацию. Вот вопрос, немножко возвращаясь к теме предыдущей, вопрос от Устинья Барченкова. Заучникам 1 сентября надо приходить? Первокурсникам заучникам? Не нужно, да? Нет, такой необходимости нет. Еще раз повторюсь, лучше связаться с деканатами и уточнить расписание. Все понятно. По поводу студентов, иностранцев, которые находятся на территориях с проблемами. Вот вопрос от бизнес-онлайна. Очень просили задать, сколько студентов из Афганистана обращаются в Афганском федеральном университете? Обращались ли они в КФУ за помощью? Как организовано обучение тех афганских студентов, которые на дистанте были в прошлом году из-за ковида? У нас, по данным, есть 25 студентов, это переходящий контингент. Это ребята, которые уже продолжают обучение в нашем университете. 25. И у нас из них двое училось в дистанте. То есть остальные были здесь, на территории Республики Татарстан. По двум у нас проблем особых не было. То есть, в принципе, у них была возможность. И они обучались. Конечно, сейчас некоторые проблемы могут возникнуть в связи с турбулентной ситуацией в стране. Мы находимся в контакте с Россотрудничеством, которое сейчас решает вопросы, связанные с возможной перевозкой этих студентов или иных каких-то видов помощи этим студентам, которые находятся на территории страны. В то же время, студенты-афганцы напрямую к нам у нас нет обращений письменных, но мы работаем всегда на опережение в этой части. Мы уже давно, как только начались первые проблемы в этих странах, мы собрали всю информацию, которая у нас, собственно, по этим студентам есть. У нас сейчас 16 студентов проживает в общежитии, проживало и будет продолжать проживать, потому что мы им тоже окажем поддержку. И они у нас останутся в наших общежитиях. Мы не будем их выселять за пределы в связи с тем, что действительно и финансовые транзакции между теми странами сейчас усложнены. Родители не могут оказывать им поддержку. Более того, двое выпускников у нас также из Афганистана. Они продолжают проживать, и мы тоже будем продолжать предоставлять место в общежитии. То есть они останутся в общежитиях. Я думаю, пока до конца сентября далее мы будем смотреть. И, безусловно, мы без помощи и поддержки афганских студентов не оставим. Для нас это очень как бы студенты, особенно выпускники, это те, которые с нами пробыли уже последние 4-5 лет. Безусловно, мы будем их поддерживать. И мы понимаем, что в каждой стране может случиться такая ситуация, к сожалению. И необходимо всем тем ребятам, которые попадают в сложную ситуацию, в данном случае оказывать поддержку. Раз мы коснулись вопросов от СМИ, я задам вопрос от РБК Татарстан. Часть, это буквально несколько вопросов в блоке, часть из них вы уже ответили, но тем не менее, я все равно озвучу. Сколько студентов были вынуждены за закрытие границ обучаться дистанционно? Ну, порядка, наверное, 20%. Я бы так сказал, я сейчас не буду о конкретных количествах говорить, потому что ситуация была очень динамичная. А у нас фактически границы ведь начали открываться в октябре прошлого года, то есть мы первые студенты начали к нам заезжать уже в октябре прошлого года. Поэтому мы начинали, наверное, где-то с процентов 35 дистанционно, и заканчивали уже где-то 18-20% прошлый год. То есть вот примерно такая ситуация складывается. На самом деле, вот сейчас вопрос, который вы уже ответили, но специально для РБК Татарстана, думаю, коротко можно повторить. Будет ли ВУЗ производить бесплатную вакцинацию для иностранных студентов, которые приедут в новом учебном году? Бесплатного ничего не бывает, а для студентов она будет безвозмездна. То есть для университета это будет платно, а для студентов нет, иностранных. Все. Для студентов, которые по каким-то причинам не смогут приехать, будут ли организованы условия для продолжения обучения в удаленном формате? Это вопрос РБК. Да, безусловно. Я говорил о том, что у нас относительно небольшое количество стран еще открыто для въезда на территорию Российской Федерации. В то же время вы, наверное, слышали соответствующий комментарий со стороны Министерства науки и высшего образования о том, что на этой неделе должен быть принят новый порядок въезда студентов на территорию Российской Федерации, в рамках которых, возможно, границы будут открыты для большего числа стран. Нам говорят, что все иностранные студенты так или иначе смогут въехать для обучения. Мы порядок этот еще не видели, то есть он не был утвержден, скорее всего, и направлен в ВУЗы. Мы действительно его ожидаем. В настоящее время мы работаем по прежнему порядку, в соответствии с которым мы заносим в специальный портал госуслуги информацию об иностранных студентах, которые хотят ехать на территорию Российской Федерации из открытых стран. И в соответствии с этим списком, который мы заполняем на портале госуслуг, они пересекают границу. Но это только для открытых стран. Для закрытых стран в соответствии с порядком, действующим в университете, будет организован гибридный режим работы. То есть также студенты будут подключаться для лекций, семинаров в гибридном режиме, в онлайн режиме. Соответствующие ссылки тоже в рамках расписания, которые институты формируют, будут прикреплены, и студенты смогут заходить на эти занятия. Это задача уже институтов, и мы мониторим организацию этого процесса. Безусловно, в первой неделе возможны какие-то сбои, но в дальнейшем у нас, как правило, в течение второй уже недели сентября процесс хорошо налажен, и у студентов нет особых вопросов. Есть в том числе другая ситуация, которая связана с возможностью онлайн-обучения. Ребята из открытых стран, потому что такие обращения к нам тоже поступают. Я хочу сказать, что если ребята учатся на очных программах очного обучения, то по общему требованию они должны приехать для обучения в Российскую Федерацию и учиться здесь, находиться в наших аудиториях, пройдя соответствующие процедуры, о которых мы ранее с Владимиром уже говорили, о ПЦР-тестах, я говорил о занесении на портал госуслуг и так далее. То есть ребята из открытых стран должны приехать в Российскую Федерацию. В то же время в особо сложных ситуациях, когда в стране действительно какая-то непростая ситуация, или в семье непростая ситуация в связи с COVID-19, есть право у институтов принимать соответствующее решение относительно возможности предоставления права иностранным студентам на какие-то короткие периоды продолжать обучение в дистанции. Но еще раз повторюсь, это особое решение, которое принимается институтами по заявлению, и мы не рекомендуем институтам в большинстве случаев принимать подобное решение, и не рекомендуем студентам даже обращаться, если эта ситуация действительно не форс-мажорная с соответствующими заявлениями. То есть мы по общему правилу просим, еще раз повторюсь, чтобы все иностранные студенты очной формы обучения из открытых стран находили способ приезда в Российскую Федерацию, в Казанский университет, для обучения в очном режиме в наших аудиториях. Вопрос вот какой. Прошлый год, в общем-то 2000-й год, 20-й год, они показали, точнее, они были временем дистанта. Можно ли говорить, что в этом году все-таки обучение возвращается в нормальный привычный режим очного обучения, когда люди будут приходить в аудитории, или дистант сохраняется? Ну, смотрите, я бы не сказал, что у нас прошлый год был полностью годом дистанта, но фактически мы с 1 сентября прошлого года начали нормальный режим обучения для большинства российских студентов. Они приехали и учились в наших аудиториях. Безусловно, действовали особые санитарные правила, и они, кстати, продолжают действовать. Я хочу вот это отметить с 1 сентября. Это маски, социальная дистанция, омоем руки и так далее. Все эти правила, они остаются. Более того, я думаю, кураторы и в рамках 1 сентября еще дополнительно они будут доведены до студентов. В то же время, безусловно, какая-то часть, вот я говорил о 30% иностранных студентов, которые у нас учились дистанционно, эта ситуация была. Но при этом я хочу отметить, что у нас есть очень неплохой пример. У нас есть молодой парень, который сейчас поступает на химфак, в наш университет, слушатель подготовительного факультета, который с сентября месяца фактически весь год прошло учился в дистанте, находясь в Китае. Он в мае месяце выиграл всероссийскую олимпиаду по русскому как иностранному, полностью обучаясь в дистанте русскому языку. То есть это пример того, что дистант может быть очень эффективен. Все зависит от того, каким образом он организован. Я вижу, что в нашем, в Казанском университете и в целом Российская Федерация была организована достаточно неплохо. Соответствующие отчеты есть и Министерство науки высшего образования, которое анализировало практики университетов. И Российская Федерация выглядит очень неплохо, в том числе на фоне других гораздо более развитых стран, гораздо более опытных стран. Я хотел бы сказать, что, безусловно, происходит некоторая нормализация. Это вообще свойственно человеку. Он не может находиться очень долго в напряжении. Он склонен нормализировать даже проблемную ситуацию, которую есть вокруг него, и рационализировать определенный способ. То есть в некотором смысле эмоционально, наверное, происходит нормализация, но она иногда достаточно опасна. Опять-таки мы перестаем обращать на что-то внимание, на маски, на гигиену, на все остальное. На это нужно продолжать обращать внимание. Но, безусловно, мы здесь, в Казанском федеральном университете, уверены, что именно очный формат обучения наиболее эффективен. Хотя, безусловно, если мы посмотрим сейчас план приема университета, на текущий год, там начали появляться программы, реализуемые в дистанционном режиме. И это уже, значит, последствия, как вы говорите, того года, а на самом деле это были полгода 20-го весеннего семестра, когда мы учились полностью дистанционно. Сейчас у нас есть программы, которые были заявлены приемом, уже как реализуемые в дистанционном режиме. И на ней был конкурс. То есть ребята почувствовали, что это интересно, здорово, и это эффективно. Да-да-да, я вот по поводу почувствовали, ребята. Когда мы говорим о дистанте сейчас, я в вопросах это чувствую, что часть студентов испытала удовольствие именно от дистанта. То есть эта форма им комфортнее. Возможно, они интроверты, да, как бы это одна социофобия определенная. Возможно, просто, ну, ленятся. Возможно, какие-то другие причины, но им оказалось комфортнее в дистанте. И люди, когда задают вопрос, а что там, очный дистант, и я вижу, что в этом вопросе звучит... Мы не хотим очный, мы хотим на дистанте продолжить обучение. Нам так комфортнее. Вот для таких людей, для таких ребят, что можно сказать? Знаете, мы в университете все-таки склонны полагаться на какие-то исследования, на доказательную практику. Есть на эту тему много исследований относительно того, какой формат более эффективен. Большинство исследований говорят о том, что эффективен хорошо организованный гибридный формат. Но гибридный в смысле совмещения и онлайн, и очного обучения. При этом я отмечу, что там один из важных факторов, который влияет, — это возраст. На более раннем этапе гибридный формат гораздо менее эффективный. То есть если мы говорим, например, о 17-18-летних ребятах, то очный формат гораздо более результативный в конечном итоге. Потому что здесь очень важно — это самодисциплина. Это одно из важных качеств, которое помогает учиться. Если у тебя есть самодисциплина, если ты уже магистр или заочник, если ты понимаешь, что тебе нужно, если ты осознанно поступаешь и понимаешь, какой контент ты хочешь освоить, можешь выстроить сам свою траекторию, то, безусловно, и уже, например, работаешь даже, да? Как у нас ребята из многих айтишных направлений подготовки, они уже на третьем-четвертом курсе начинают работать. И, конечно, там такой дистантный формат. Все ребята на третьем-четвертом курсе, всех институтах работают. Наверное. Я бы сказал так, по специальности, скажем так. По специальности, скажем так, да, по специальности работают. Вот поэтому я думаю, и вот мы здесь в целом в университете думаем о том, что очный формат все-таки предпочтителен. Для бакалаврских программ обучения. Но, безусловно, наши институты очень чутко ощущают эту ситуацию. И часто магистрские программы, заочные форматы обучения все чаще и чаще там начинают использоваться гибридные или полностью дистанционные форматы обучения. Давайте я конкретизирую вопрос. Я студент первого курса, например, или потом я студент третьего курса, я студент-магистр. Я хочу учиться, не выходя из дома. Еще раз повторюсь, что... Я могу в Казанском университете получить такую услугу. Или я такую услугу не получу, потому что... Ну, парень есть. Смотрите, да. Вот второй... Вы можете продолжать свой второй тезис. Парень есть. Есть требования очного обучения и очного посещения занятий. В то же время, еще раз повторюсь, что в наш план приема были специальным образом включены направления подготовки, в которых четко указано, что они реализуются в дистанционном формате. И вот я советую ребятам, которые изначально думают, что они смогут учиться в дистанции, хотя на самом деле это не так. Поверьте, опыты и практики, я думаю, что они вполне могут заявляться на подобное направление. Там, где этой приписки не было, очный формат обучения предполагает посещение аудитории. А какие направления, если на память, можете вспомнить, хотя бы парочку, где... Это ряд магистрских программ в Институте управления экономикой и финансов. Есть подобные программы в Институте информационных технологий и интеллектуальных систем. Вот сейчас на скидку я два института назову, где эти программы реализуются. Ну, в ИТИСе это программная инженерия, собственно. Еще раз повторюсь, обучение это очень сложный процесс, и это процесс социальный. Это не процесс, связанный с освоением информации из роликов на Ютьюбе. Я понимаю логику. Я же готовился к ЕГЭ, учебники. Я же смотрю ролики в Ютьюбе и много интересного узнаю. Я захожу там, самый продвинутый заходит на Курсеру, ИДИКС, Юдеми и так далее. И там какие-то видят, смотрят видеофильмы и считают, что они чему-то учатся. Обучение гораздо более сложный процесс, нежели, как он нам кажется. И он связан с коммуникацией, взаимодействием. Это взросление, это социализация. Валентина меня поддерживает. Да, да. Я тоже как раз хотела это добавить. Практика показывает дистанционное обучение, что университет на самом деле это не столько коммуникация между профессором и студентом. Ведь на самом деле у нас весной профессора фактически были вообще дома. Весной прошлого года, я имею в виду. Они были дома и выходили на связь со своими студентами. Фактически в тесенах университета не было ни студент, ни профессор. Мы понимаем, что университет это нечто большее, чем просто вот эта онлайн-коммуникация. Университет это общение со своими сверстниками. Есть такое известное слово. Социализация. Peer-to-peer learning. То есть обучение наряду вместе со всеми. Это вопрос конкуренции, это вопрос коллаборации, это soft skills, которые вырабатываются. И на самом деле именно этого ждут студенты от университета. Вот этого опыта. Опыта общения, опыта взросления и получения самостоятельности какой-то. Я когда-то читал слова очень известного администратора американского, вузовского, то ли Гарвард, то ли что-то подобное. Он говорит, что университет наш, студенты идут не за знаниями, а чтобы мальчики научились любить девочек, девочки научились любить мальчиков, и масса других вещей, связанных именно с социализацией. Если говорить о Гарварде, то это знакомство. Да, в Гарварде однозначно знакомство, да, понятно, что там это клуб уже сам по себе. И во многих университетах, на самом деле, не только там. Так, у нас идут вопросы от... Давайте вопросы непосредственно сейчас в прямом эфире, которые у нас идут. Вот Людмила Чунарева, открытие военной кафедры в КФУ планируется? Нет, пока нет. У нас идут масса вопросов по общежитиям, масса вопросов по общежитиям, где найти приказ о заселении общежития, как узнать, что... Мы уже на этом проговорили, но... Приказ о заселении в общежитии можно, соответственно, найти в институтах. Все контактные информации тоже предоставлены на сайте. То есть ее можно посмотреть, и все списки, они вывешивают каждый институт индивидуально, либо на своей странице, либо в своих социальных сетях. То есть это происходит. И не стесняйтесь звонить, не стесняйтесь как бы вступать в коммуникацию с институтом. Это то, что сейчас необходимо. Да, потому что очень многие, то есть иногда порой пишутся или приходят, к примеру, даже я получаю вопрос от студента, но студенты, когда я спрашиваю, вы в институт обращались? Нет. Вы к замдиректору обращались? Нет. То есть вот обратитесь, пожалуйста, в институт, обратитесь к замдиректору, потому что каждый замдиректор тоже уже хочет, чтобы информация была доведена до студентов, они размещают на сайте. Но так как через меня проходят все списки, все уже списки студентов старших курсов, и в деревне-универсиаде, в общежитии студенческого городка по всем институтам сформированы? Ну, наверное, себя тоже добавлю, что не стесняйтесь ходить лично, не стесняйтесь встречаться с кураторами, встречаться с жилищной комиссией. В эту систему вовлечено очень много людей. Потому что удаленно, по телефону, по интернету... Конечно. Эта информация уже студенческие советы общежития владеют, эта информация владеют и кураторы группы. Вас просто не знают по интернету, у вас с вами нет личного контакта. А это всегда вы будете в очереди этой, более в конце, чем те люди, которые лично ходят, ножками доходят. Значит, это действительно им нужно. Это четко ощущается. Приходя в университет, не забудьте надеть маску. Да. Так, ну что ж, время нашей трансляции заканчивается. Давайте буквально несколько вопросов. Есть еще один очень важный момент для студентов первого курса иногородних. Так как у нас еще приказ в этом году будет 30-го числа, на зачисление иногородних студентов первого курса, и заселить мы можем только после выхода приказа. Поэтому иногородние студенты, которые заключат договор 24-го, 25-го, 26-го, 27-го, 28-го, 29-го августа, соответственно, у них быть переживаний не должно. На заселение мы их ждем 31-го августа. С 8-ми до 9-ти у нас сбор. Это в УНИКСе нашим. Вот еще вопрос. Вопрос такой. Как будет проходить медосмотр для первокурсников? Медицинский осмотр будет проходить в студенческой поликлинике. График, соответственно, тоже размещен в формате баннера на главной странице. Будет проходить он в сентябре. Организовано для каждого института студентов первого курса. Запланировали ли ремонт общежития в студенческом городке? Ремонт в общежитиях студенческого городка, он всегда идет. Он идет текущий, косметический. И сейчас, соответственно, те проблемы, которые есть в общежитиях, тоже так же решаются. В общежитиях сейчас ведется такой плановый текущий ремонт, и он будет продлен еще и в сентябре месяце. Вот вопрос, тоже рефреном идет. Что нужно делать? Я понимаю, этот вопрос, кстати, звучит уже не первый год, и он будет звучать, надеюсь, еще тоже не последний, много-много лет. Что нужно делать, чтобы на следующий год остаться жить в деревне универсиада? Здесь однозначного рецепта на этот, наверное, вопрос нет. Быть ангелом. Быть ангелом. Ну, быть активным, прежде всего, я думаю, да, вовлекаться во все виды деятельности, которые предлагаются университетам. А самое важное, на самом деле, изначально ознакомиться с больной рейтинговой системой, потому что надо ее понять. Она уникальна в каждом институте, несмотря на существующие общие рамки по университету. Все-таки в каждом институте она приобретает особые формы, потому что каждый институт определяет те критерии, которые именно ему необходимы и важны именно для него. Где-то учебный процесс уходит на первый план, как в институте фундаментальной медицины. Учитывается обязательно социальные тоже компоненты, потому что без них, соответственно, как вы уже поднимали этот вопрос, нельзя. Но также в октябре месяце мы в этот раз, так как у нас уже эта система функционирует 4 года, и действительно большое количество тоже у нас иногородних, в этом году в октябре в рамках большой конференции профсоюзной организации студентов мы уделим особое внимание, и много жилищно-бытовых вопросов будет поднято, в том числе и распределение мест. Поэтому здесь, если у студентов есть какие-то предложения, они могут обратиться в профбюро институтов, обратиться в профсоюзную организацию, мы будем возвращаться, соответственно, к этому вопросу. В планах ректората строительства общежитий есть? Конечно. Ректор очень активно увлечен эту работу, эту деятельность. В настоящее время осуществляется поиск площадей совместно с Республикой Татарстан. Есть постоянные переговоры с инвесторами по данной теме. То есть для нас это важная, актуальная задача, работа, которую буквально в повседневном режиме мы осуществляем. Понятно, что эта информация не очень актуальна для непосредственно тех, кто поступает сейчас. Тем не менее, на будущее какие-то площадки уже известны, хотя потенциальные, чтобы представляли маршруты. Я думаю, что это будет недалеко от деревни Универсиады, сопредельные участки. Не непосредственно граничащие, но сопредельные. Я думаю, что в скором времени это будет известно. Так, вот вопрос от Хрума Хрумова. Это человек первым написал еще в самом начале. Привет, привет, вам тоже привет. Есть ли кухон социальные стипендии, каковы условия получения? Социальные стипендии? Можно отнапроситься к нам в департамент по молодежной политике, и социальные стипендии будут назначены. Социальные стипендии это что такое? Это для малообеспеченных? Да, соответственно, для тех студентов, которые являются из малообеспеченных семей. Ей предоставляются определенные документы, определенные справки, которые подтверждают, что именно семья относится к этой категории. И студент получает, соответственно, социальную стипендию. С этим никогда у студентов вопросов не возникало, и, соответственно, необходимо просто предоставление документов. Есть ли какие-то вещи, которые, может быть, я не задал из списка, но вы считаете это важным и что-то для озвучивания? Мне бы, наверное, хотелось сказать, вот сейчас, наверное, наиболее такая переживающая часть контингента, это иностранные граждане, в том числе наши, которые сейчас поступают. Мы в этом году принимаем более трех с половиной тысяч иностранных студентов. У меня большая просьба, особенно к тем ребятам, которые у нас остаются в своих странах, выходить тоже на связь со своими институтами и деканатами. То есть сейчас необходимо, чтобы вы четко понимали расписание, у вас были ссылки на все гибридные занятия. Если есть какие-то сложности в коммуникации с институтами, если вы не можете найти ответственных, хотя все ответственные у нас тоже на сайте, если вы откроете первую страницу, там баннеры, есть особенности въезда иностранных граждан. Там в том числе есть контактные данные лица от каждого института ответственных. Я прошу обращаться и в департамент внешних связей на intersobachka.kpfu.ru. Можете писать мне на электронную почту, мы будем находить выходы из каждой конкретной ситуации. Потому что действительно, когда такая мобильность несколько ограничена, нам необходимо поддерживать наших иностранных студентов. Мы, безусловно, это будем делать. Большая просьба, главное, проявлять активность, проявлять интерес и вступать в коммуникацию со своими институтами, либо с нами. Также я бы хотел нас проговорить, что у нас 1 сентября открывается, вот на Гвардейской 9, сегодня уже говорили, многофункциональный центр для иностранных студентов. Я думаю, что мы отдельно еще информацию, может быть, даже отдельную передачу про это сделаем и видеоэкскурсию. Это важное место такое будет для всех иностранных граждан, где они будут решать все свои вопросы, связанные с документами, с миграционным учетом, с визом, постановкой на визовой, выдачу виз, точнее, пролонгацию виз и так далее. То есть все вопросы, связанные с учебным процессом, с миграционным режимом, будет возможность решать в одном месте. Там будет работать электронная очередь, будет специальное место для ожидания, будет специальное окошко. То есть мы в России называем это многофункциональный центр МФЦ. Но я думаю, что они в том числе полюбятся нашим иностранным студентам, и они будут тоже активно пользоваться его услугами. Вот в целом, наверное, то, что я еще скажу дополнительно. Так, ну что ж, время нашей программы трансляции подходит к концу. Я хочу дать маленький совет, наверное, студентам первого курса, которые поступили. На самом деле, тем, кто учится уже. Я прошу прощения, я хочу сказать, что у нас же процесс поступления еще не заканчивается, он у нас продолжается. У нас последний приказ о зачислении, если говорить об иностранных гражданах, выйдет только 30 сентября. Да, об этом вы поминались. Да, мы говорили об этом. Но у нас и продолжаются приемные испытания, вот здесь сегодня, например, идут, они продолжаются. У нас они будут и в сентябре месяце. То есть многие станут студентами еще только у нас в сентябре месяце. Так что у нас еще этот процесс продолжается. Да, процесс заселения будет продолжаться. И заселение будет еще и в октябре продолжаться у нас, просто в менее таком активном, может быть, режиме. Не в таком массовом, но оно будет продолжаться. Я хочу посоветовать и жизненный опыт, и собственных наблюдений. Ребята, если вы будете ходить, знакомиться, включая с комиссиями, с представителями деканатов, если вас будут знать лицо, если вы войдете в актив студенческий, поверьте, в Казахстанском университете для вас все вопросы будут решаться намного проще. И дверей открытых будет намного больше, чем если вы связываетесь по телефону, по интернету, или просто ждете у моря погоды, когда все решится само. Мне кажется, это очень важная позиция, потому что это была и в мои студенческие годы такая ситуация, и будут студенческие годы ваших внуков на самом деле. И это то, чем учит университет, это же очень важная компетенция. Да, это очень важная компетенция. Возможно, она будет самая важная компетенция, которую вы получите именно здесь. Спасибо большое, дорогие друзья. Мы заканчиваем нашу трансляцию. До свидания, до новых встреч. Спасибо. С вами были дежурналист Рустам Вафин, проектор по образовательной деятельности Казанского федерального университета Али Шевтимирхан Булатович и директор департамента по молодежной политике Казанского федерального университета Иноградова Юлия Владимировна. До свидания, до новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин